всех приветствую с вами я ваш веган христолюбка и сегодня мы с вами продолжаем цикл ответов на вопросы убийц труппажоров или отдавание им ответа на их неоправдание или обличением и глупых и бессердечных оправданий того что они не хотят стать веганами и сегодняшнее оправдание называется так все должно быть в меру или по-другому я очень мало ем мясо или сократил потребление продуктов животного происхождения так называется сегодняшнее оправдание вы знаете у веганов достаточно всегда много вот всяких там постов тоже кто-то сам производит и кто-то перепущивает копирует может быть что-то по-своему чуть-чуть изменяет вот этот пост знаете он такой по-детски нарисованы так немножко куляписто так даже я умею рисовать такое ощущение что кто-то отдельно потом подписал слова таким каким-то совсем в разном видно разрешение даже текст и рисунок я кстати не прикладывал к этому никаких своих рук не пытался как-то украсить знаете тут очень в одном этом посте в принципе ответ на сегодняшнее оправдание и вопрос тут хоть как тезисы звучат что люди не хотят стать веганами считают достаточно почему не хотят потому что это достаточно что они просто ну не обжорствует мясом до сократили потребление продуктов разных продуктов животного происхождения там яиц молока еще чего-то до молочных продуктов там прочее прочее и этого сокращения считает достаточно вы знаете вот этот пост можно уже больше ничего не говорить прекрасная иллюстрация ответа на это безумное и бессердечное оправдание и отговорку я почти не ем мясо и такой можно сказать посмертный возглас жертвы свинюшки в данном случае отличная почти не умерла слушайте какое какая разница ты ешь вот такой кусочек мяса или вот такой вот или вот такой вот с ее голову или вот такой вот со всей туши ты где возьмешь вот этот маленький кусочек мясо что от живое отрежешь где ты взял ты когда маленький кусочек мяса с тарелки потреблять ты глупый убийца труппажор ты задумайся он откуда появился вот он откуда взялся на твои тарелки если ты считаешь что даже он с живой отрезанный и свинюшка вдруг оказался жива то во-первых попробуй тогда поступить с собой так как ты поступаешь другими отрежь себе возьми кусочку носа ухо живота там нибудь лишняя сальца по-любому есть и особенно у труппажоров то попробуй отрежь у себя кусочек и сожри его или угости соседа второе таких как ты подумай что ты таких как ты которые немножечко кушают мясо немножечко потребляет продуктов животного происхождения яичко которое на твоей тарелке или вот этот кусочек мяса он откуда взялся от тебя бегали за одной курочкой живущей в дикой природе искали яичко нет это ты купил одно яичко но в магазине их сотни тысяч миллионы полученных насильным путем из животных испробощенных животных а этот меня маленький кусочек который ты сейчас кушаешь это кусочек большого трупа от которого ты лишь ешь маленький кусочек но убили и разделает труд только потому что таких как ты нашлось пару десятков человек которых немножко едят мясо вот это конечно этого рисунка в принципе было бы и вот разговоров по нему желание достаточно чтобы опровергнуть дать ответ этому безумному оправданию отговорки убийц труппажоров о том почему они не хотят стать веганами но один из величайших проповедников веганства проповедников современности проповедников веганства в наше время англичанин от винтерс от землянин все-таки дал более развернутый ответ в устной письменной форме мы с вами его сегодня вместе я для вас почитаю вы послушаете я тоже кое-что добавлю от себя мне тяжело писать и об много раз вам говорил я в конце лишь сделал пару пометок о чем я поговорю и к сожалению вот моих текстов наверно в природе мало будет в жизни существовать я почти практически ничего не пишу текстами вот поэтому мой формат это все-таки видео есть талантливые люди типа это не способны видимо и писать и говорить у меня писать не очень получается я им очень мало мяса или я сократил потребление продуктов животного происхождения разговаривая с людьми о веганстве говорит это я очень часто слышу эти фразы давайте подумаем мог ли такие аргументы как все должно быть в меру или я сократил потребление животных продуктов или я ем маленькие кусочки мяса морально оправдать убийство эксплуатацию потребления животных давайте начнем с аспекта здоровья некоторые говорят немного мяса полезно для здоровья но дело в том что если что-то вредит здоровью неважно в каком количестве это едите это продолжает вредить здоровью например вы выкуриваете одну сигарету в месяц это не станет причиной рака кстати тут добавил возможно не убьет вас сразу я бы опять добавил но это ваше курение не не становится полезным для здоровья от этого точно также маленький кусочек мяса не приведет к раку или инфаркту но это тоже не факт но возможно да с меньшей процентной долей вероятности тоже факт хотя человеку достаточно это я уже добавляю да я в перемешку говорю я убежден хоть я с этом лично не знакомо не общался что он как человек света не против того что я пользуюсь его материалами так как и я на все свои ролики абсолютно в ю тубе у меня специально выбрана редко кем выбираемая на youtube если увидите лицензия я специально меняю со стандартной вкладки там даже в автомате нельзя ее выбрать приходится в каждом ролике у меня их уже более около 2000 на если все собрать я всегда специально меняю вкладку есть такая вид лицензии на youtube как creative commons то есть автор разрешает использовать свое видео как угодно вообще перезаливать перезакачивать наливать более того перезаливать стоит на них рекламу и зарабатывать на них хает хейтить и все что угодно с ними делать да вот такую лицензию оставлю специально вы можете это увидеть в описании каждом ролике там это есть либо вы увидите стандартная лицензия youtube либо вообще там есть возможность заявлять авторские права стандарт это что-то среднее вроде как автор не заявил но это его да он не позвали не давал позволения вам согласия на вот такой повторный использование есть третий вариант самой низшей ступень мы люди скромные низкие да мы вот выбираем мы я выбираю такую вид до полного разрешения пользования как угодно вот уверен что это придерживается такого же принципа поэтому я даже читаю его текст в перемешку это не суть важно где он говорит где я главное что мы говорим истину расскажет всяк уникален может свое привнести дополнить и это будет еще более понятно его современникам его языковым обладающих таким же языком речи людей понимающих его поэтому я уже все вперемешку могу добавлять к тому же пытаясь так этот этот инфаркт не значит мясо стало полезным все необходимое организму полезные вещества которые мы привыкли получать из животных продуктов мы можем получать получить из растений к тому же питаясь растительной пищей вам не нужно беспокоиться холестерине и транс жирах об антибиотиках и канцерогенных гормонах здесь конечно можно спорить кто знает я никогда практически своих видео не касаюсь темы здоровья вот только вот так вот опять очень косвенно и сейчас не хочу даже размышлять и никакие комментарии под роликом отвечать не буду что сейчас и в растениях куча всего это понятно и это по сути даже перечисляя это говорит для людей здравых до понимающих это и на кого ты можешь это воздействовать я конечно в основном эту тему всегда обхожу стороной болеют и веганы да мы живем в пространстве на ограниченном временном измерении со всякими болячками и прочим вещами и у веганов много что болит и они могут умереть от рака на самом деле все что угодно может быть да вот все это опять в области медзины а там такой бардак кто понимает кто просто умные по жизни тут все там знает про медицину там нет никаких доказательств это вообще не наука это набор причинно-следственных связей это определение и потому что такое даже наука это просто описание того что из раза в разу повторяют и наблюдений затем за экспериментами собственных рук или просто природе что происходит это гадание на кофейной гуще если медицина была наукой она бы работала четко уже давно было бы лекарство от любой болячки от гриппа от головной боли и всем бан одинаково человеческому роду помогала бы а возможно и всему живому тем же самым животным были одни и те же медикаменты мы видим с вами медицина может вот столько это одного может другом что то же самое не помогает да вот это в основном свое гадание на кофейной гуще там есть области более менее рабочие к хирургии да там могут обратно руку выгнуть гипсом замотать да и она вроде срастается это у кого хорошо коп у кого потом работает у кого не работает они все хорошо срастается все это очень очень так относительно вот поэтому я тему здоровья я зачитал вам что уедом есть в этом и доля правды и доля можно много чем спорить и веганствует не здоровье и этот прекрасно знает он конечно об этом говорил я тоже очень редко очень косвенно может быть и как он здесь он совсем мало уделил этом как видите место до посвятил я делаю то же самое веганствует что такое это любви по всему живому к тому же питаясь растительной пищей так теперь давайте рассмотрим этические аспекты оправдания все должно быть в меру веганство это говорит это единственное движение за социальную справедливость активистам которого люди предлагают как выход просто реже эксплуатировать жертв тогда это сделает такой выбор оправдан я сел тоже помню фразу это немножко не понял но вам надеюсь сюда сло достаточно с интонации с правильным разделением прочел она понятно да могу еще раз прочитать веганство это единственное движение за социальную справедливость активистам которого люди предлагают как выход ну как вроде как принятие их не в это убеждение но надо смягчить условия как выход просто реже эксплуатировать жертв тогда это сделает такой выбор оправданным вы видите очень часто оправдание эти ответы вопросы очень где-то пересекаются все понятно в жизни все так мы с вами уже говорили я приводил близкий к к русским людям и к нашей современности реалиям 21 числа декабря 21 года да там а швабри разной длины хорош пример может был то добавить если бы госдума после расследования еще бы издала закону наручники секс-шопе покупать для заключенных чтобы они не были такими твердыми а были немножко бархатом обтянуты да это было бы достаточно чтобы отреагировать на вот такую вот несправедливую общество что заключенных в тюрьме насилуют там сами сотрудники или по их ним там наводкам или по их попустительстве самими заключенными там другими других да там или из и ради наказания там воспитания а может просто до похоти баловства или унижение чего угодно удовлетворение каких-то сексуальных своих потребностей так называемых да за счет чьих-то страданий здесь опять очень близкий вопрос да к этому очень близким у с вами уже приблизительно об этом говорили да то есть я чуть-чуть ем мясо ну давайте чуть-чуть может с вами подобные вопросы прошлых разбирали опять там чуть-чуть улучшим условия да здесь тоже самое давайте просто поменьше теперь тут в количестве там о качестве просто шла больше речи здесь теперь о количестве идет речь да давайте не 100 свинюшек в год убивать 99 хорошо я буду поменьше есть давайте хорошо кому-то надо чтобы галочку поставить ну хорошо я согласен на 10 грамм в день уменьшить потребление в год это выйдет не 100 свинюшка 99 я же молодец какой я молодец пусть от меня вегана отстанут это как всегда приводит прекрасные примеры тоже жизни но ведь никто не скажет расисту и почему он здесь и сказал что веганство как единственное как движение за социальную справедливость я не знаю это может быть это говорит как я очень часто говорю это вещи недоказуемые и он их бросает может быть так скажем не в пафос на как я люблю тоже это более просто я говорю там все православные религиозники а значит по сути там не познавшие истину может там есть один на миллион до но всегда этот контраст дает просто на чувствах играет проповедник бывает тоже не может сдержаться это простительно конечно определение и да нельзя стопроцентно провернут или стопроцентно доказать вот я думаю что и другим каким-то движением тоже что-то говорят в принципе любому движению возьмите действительно за права людей там или за права конкретных да вот именно там чернокожих людей или людей находящихся вот в местах лишения свободы или каких-нибудь там многодетных семей то же самое им тоже самое говорят в той или иной степени там ну ладно чего вы там многодетные пристали ну ладно поднимем вам там паёк со 100 рублей до 115 ну что вам мало что 115 рублей вам будем давать вместо 100 на ребенка чё тебе и говорят еще отстаньте от нас все хорошо мы вас услышали видите отреагировали не 100 рублей в месяц на ребенка 115 будет все отстаньте то же самое или прибавки или убавки там есть такой же когда наоборот на очень жесткие условия ты руб вот возьмите людей в зоне сидящих за их права тоже есть организации борешься вот именно и пытаюсь отменить что-то ну а там просто немножко улучшают там бы что это вообще уровень недопустимый для нормального вот именно зрелого светлого этичного общества вообще такое что было там говорят вот это там на ту брать то-то то-то допустим ну а там говорит ну нет ну ну ладно там вы нас замочили везде шум подняли но мы вот отреагируем ну и есть там какую-нибудь поблажечку сделает которая ничего никак не сильно хотя сама организация допустим выступала за полную отмену потому что это античеловечный допустим да вот ну грубо говоря там низкая температура многие тюрьмы находятся там не человеческие условия реально действительно какой бы человек плохой не был общество должно и у его его общество сажает в исправительной колонии исправить человек можно только любовью злом зло не побеждают вот этой любовью такой да по-другому никакого от общества изолирует просто потому что он не способен не хочет в нем жить ему его опять же это же его желание исполнять ты сам своим деяниями доказал те не нужны то общество тебя от него родили живи с такими же как ты но там ни в коем случае уже сознательного личного зла как мести или как уже ты сам какой-то охранник такой что омраченным умом начинаешь издеваться над человеком вот мучить его жить и прим там нулевой температуре в камерах но невозможно причем в каких-нибудь тулупах ободранных им надо создать все равно обычные человеческие условия достаточно что мы их от себя изолировали до ограниченное пространство чтобы нам хоть как-то дышать спокойно все дальше надо этим проявить к нему любовь показать что нас ограничили не потому что мы вас ненавидим уж вы нас ненавидите вы изменитесь пожалуйста возвращайтесь в общество вот так вот а кто вернется нормальным если его в этом ограниченном пространстве еще и там издевается он скажет да я это общество и дальше буду рвать как только выйду да вот поэтому это ладно я тут на это ни в коем случае не наезжаю знаю его все его все его творчество тактиста вам тоже пытаюсь в общем за повод просто взять по большей части поговорить мысли меня тоже кто-то слушая комментируя может быть свое время там как переводя или просто на основании моих каких-то мыслей тоже можете дополнять расширять поправлять нашел нож не так понял или я не так донес свои мысли я муж хотел то же самое сказать но не сказал что-то забыл я сам себя иногда бывало переслушивал и понимал что вот или потом ролик заканчиваем блин этот запах сказать хотел же кто-то может дополнить меня как раз тем что я когда-то не сказал но это низко никто не скажет расисту просто будь пореже расистом да убил вчера чернокожего ну завтра хоть не убивай уэда гениальный тоже очень жизненный очень правильно очень более-менее человеку с головой должны быть понятные примеры никто не скажет жены ненавистнику просто реже проявляй ненависть к женщине то но не носил ее каждый день даже на жена твоя но против его ли она может не хочет тебя уже ненавидит за то что там к ней групп или бьешь это ну не каждый день николаш мать ну на дубасу там раз в недельку и хватит по выходным чё те кости размял свои и и но когда правильно я уже показывал что это очень гениально тоже все свои проповеди выстроены у него от бога не суть важно верит он в него или признает или нет особенно каких религиозные образы богов до ему духом божьим на сердце открыто очень много да и он действительно правильца приводит с человека 6 уж вы до животных не доросли в плане познания да не видите в них живые души но начинайте с человека разве ты такой человеку скажешь дурак который полностью ум сердцем потерял скажет конечно так поэтому поэтому бьет то поэтому и убивает любого человека не не так не того цвета кожи как у него совершенно неважно как часто и сколько животных продуктов мы потребляем всякий раз когда мы так поступаем появляются жертвы а если речь идет о жертвах то морально оправдать мы такие действия не можем так что даже если вы едите немного мяса это все равно значит что какое-то животное страдает и умирает за это она простите не из попы выкакивает это вот этот вам кусочек мяса эта часть его тела и отрезать его невозможно без убийства этого животного вы как будете кусочки его языка пробовать у нас на прилавках чё только нету как вы будете язычок то который вы любите покупать ты его где возьмешь и его кусочек у нее отрежут но себе отрежь у у детей у своих отрежьте у родителей к себе примените знаете как работает закон идеально вообще даже если вы едите совсем немного молочных продуктов и сыра все равно это значит что у какой-то коровы ради вашей еды отобрали ребенка эту корову все равно эксплуатирует и в итоге убьют вот почему умеренность и сокращение потребления не выход все равно животные будут страдать не меньше и для жизни этих животных ваша умеренность не будет значить ровным счетом ничего к тому же довольно сложно определить что такое умеренность это абсолютно прав да как у и причем сегодня одна уверенность завтра другая когда человек катится в дерьмо то считаешь как он наоборот идет ко свету этот путь в какую-нибудь одну из сторон и он наклонный или вверх или вниз он неровный никогда жизнь она не такая жизнь ты идешь либо вверх либо идешь вниз до какой степени необходимо сократить потребление чтобы это стало в меру аргумент об умеренности туманен и ведь это для понятия не существует установленных стандартов и ограничений то есть вернемся к тому вопрос помнить который мы разбирали мораль субъективно опять у каждого мера тогда будет своя и один может и правда вот такой есть на другой уже вот такой вот но тоже кусочек да а для другого и пол тушки это кусочек он уже сам как два центнера для него пол тушки свиньи на эту школу он же не всю съел за раз и если способ этичного потребления животных продуктов в эту вегана золотой фразы и он и в каждом практически ответе свое обличение этих оправданий говорит в разных формах то есть единственный способ этичного потребления частичного потребления животных продуктов это полный отказ от них то есть по сути он сам любит говорить такие правильные антиномии То есть, казалось бы, да, этичный, тут просто немножко по-другому фразу, надо было ее по-другому построить То есть, единственный способ этичного потребления малого числа животных продуктов, это полный отказ от них То есть, казалось бы, частичного и тут же полный отказ К тому же, большинство людей даже не осознают, сколько животных продуктов они потребляют каждый день Молоко в чай и кофе, в шоколадных батончиках, молоко и яйца выпечки, тела животных на ужин В западных странах повседневной пищей содержится огромное количество животных продуктов Многие просто не представляют себе колоссальные масштабы эксплуатации нами животных И то огромное количество продуктов животного происхождения, которые содержатся в привычной для нас еде Однако дело в том, что на сегодняшний день существует множество растительных альтернатив привычным нам продуктам Мы можем покупать выпечку без молока и яиц, шоколад без молока Можем добавлять соевое молоко в чай и сухой завтрак Нам не нужно есть тела животных на ужин Из-за того, что нам совершенно нет никакой необходимости потреблять животные продукты Мы не можем морально оправдать даже малое их потребление Самое главное уяснить, это всегда приводит к жертвам Это значит, что какое-то животное обязательно страдает и умирает И это животное не скажет вам спасибо за то, что вы стали покупать их тела в меру или реже Умеренность не уменьшает их страдания, их все равно убивают Именно потому, что в маленьком кусочке сыра такие же страдания, как и в большом Сокращение потребления сыра не имеет никакого смысла с этической точки зрения Ну, таких тоже постов очень много Веган их распространяют, что там в маленьком стакане молока ровно столько же страданий, сколько и в бидоне Там подобные все эти вещи Особенно сейчас, когда так много растительных альтернатив всем животным продуктам Я хочу, я вот тут себе добавил, как видите, еще два образа реальных и две области нашей жизни Первое, я хочу поговорить о боли И второе, о греховности, так как я христианин Как мне говорят, верующий Я не очень люблю это слово Я не верующий, я знающий истину А истина есть в любви, свободе и бессмертии По поводу боли Мне хочется поговорить Вы знаете, я уже в прошлом ролике вам говорил Об одном из таких топовых для меня писателей В свое время тоже, конечно, меня повлиявшим Это Клайв Стейплзе-Льюис, тоже англичанин Земляк Эда Один из его трудов так и называется «Боль» Я его тоже сейчас о нем вспоминаю уже по истечении времени И на днях я его не переслушивал, не перечитывал И вряд ли буду делать Я вчера, кстати, после того, как записал вам ролик об морали Я все-таки сам даже открыл просто христианство Ну, пока тут готовил И аудиоформат открыл И там первые четыре главы он об этом говорит Я тоже послушал Ну, в принципе, конечно, с годами я немножко все тоже по-другому воспринимаю Но все, о чем я говорил, остается там же То есть действительно достойно стоит почитать Это я уже опять со своей колокольни по-другому что рассуждаю Но в свое время меня это поражало И я уверен, что многим из вас это будет не бесполезно Тот же самый у нее есть труд, книга как угодно Небольшая, достаточно боль Вот заметьте, я их привожу Я давно очень его читал уже Ну, как давно, там лет пять, может, назад Я его почти все прочитал И многое по несколько раз Ту же самая боль, просто христианство, любовь Да, настигнута радостью Я это все по несколько раз читал Он действительно хороший мыслитель Не только со своего времени Ну, как вы видите И нашего времени Это такие люди, люди вечность Всегда будут У меня есть с ним разногласия Но он уникален тоже И вот я вот, по сути, я не помню всю книгу Но, видите, я оттуда что-то вынес И он прекрасно тогда до меня донес эту мысль Я ее мог у других читать Я много перечитал всяких мудрецов Древностей, давно забытых или недавних И современников, да Сам много размышлял Ну, видите, сам ссылаюсь не зря на его книгу Возможно, какая-то там просто опять фраза Или вот его вот эти умозаключения Короткие, длинные Как-то до конца все у меня сформировали Я сейчас передам опять своими словами И к нашему, ближе к телу Все это приведу, чтобы вы это все на себе ощутили Он сказал такую мысль о том, что действительно Я потом это проанализировал Действительно с ним согласился Что боли И он, в частности, нам говорит И на позицию Бога встать Да, даже до такого доходит Что, знаете, он тоже рассуждает о том Что, как бы, вот есть очень понятие Чуть ли не какой-то всемирной боли Да, вот, что вся боль человечества Бог там одновременно испытывает страдания всех людей Да, там, выносит их Он говорит И он приводит, конечно, опять там тоже жизненные примеры И я совсем с ним тогда согласился И вам могу такие же примеры привести И действительно, если ты даже себе там прищемил палец Сломать тебе сейчас ногу Ты забудешь вообще о пальце Это наша жизнь Если у тебя с утра там Сломался вот микрофон, да Перестал работать Но вечером ты еще в машину За миллион рублей там При стоимости микрофона Там в пять тысяч рублей Разбил в дребезги Попав в аварию Ты вообще о микрофоне даже уже не вспомнишь Что ты там на пять тысяч попал И то, может быть, его можно было отремонтировать Разбив машину там Не подлежащую ремонту за миллион рублей Может быть, которую ты взял еще в кредит Ты не вспомнишь даже Что у тебя дома разбитый микрофон А когда придешь и вспомнишь Ты до него уже никакого дела не будет Это действительно так Это факт Это работает Кто испытывал на себе ужасные боли Я говорю от личного опыта Этой, причем, жизни Вы знаете, когда Есть болевой порог Все знают, да, такое понятие Вот когда ты сам испытываешь боли За гранью болевого порога Все в жизни просто меркнет И если до этой грани Много чем Много что можно такими Запастись аргументами Приводить их в себе Близкие, окружающие тебя люди Может, не близкий Врач, как он где-то не лежал Или дом один В одиночестве Или в окружении Когда до болевого порога Да, сам ты можешь себе найти Аргументы для терпения Для бодрости Для крепости Духа Для преодолевания Болезни Кто-то тебе будет что-то утешать Говорить Вдохновлять Поддержать Это будет работать Если боль Переходит за грань Как говорят болевой порог Все просто меркнет Ты уже Даже если ты слышишь физически Кого-то Свой ум Который с тобой разговаривает У нас же в голове Две области Так называем В уме В личности Одна вечная Как вечный двигатель Как вечный пульс жизни Извергает мысли Я же эти мысли анализирую И все это я Я и рожаю мысли Да Я их и анализирую Сам свои же мысли Да И уже решаю Что из меня выйдет В оконцовке По плоти Да Мысли во мне могут Разно рождаться Кто я Это как Иисус говорил Судить человек по плодам Это мои дела Человек это не его мысли Это его действия Его жизнь Вот И По поводу Вот болевого порога Из-за него Когда переходит Ты уже ничего И уже ничего не помогает Не важно Кому как плохо На этой земле Когда до болевого порога Кто знает Даже Ты сам себе Приводишь такие пример Ну кому-то хуже Чем мне Это то же самое Как есть действительно Психологические эти моменты Возьмите даже Вот материальный Я взял пример Ты можешь попасть На какие-то деньги Ну ладно Можно машину Даже разбить Даже кредитную И ты понимаешь Год-два ты отдашь Но люди попадают Иногда на нереальные деньги Теряя какие-то деньги Компании Какое-то там Дорогое оборудование Какое-то Они являются Источником Какой-то аварии Им Десяти тысяч Жизни бывает Там десятков Жизни не хватит Чтобы возместить Ущерб Который по их вине Случился Да грубо говоря Какой-нибудь космодром Там падает Неудачный запуск Если сумму Всего Что на него Потратили На сам Там эти полеты В миллионы долларов Один рассчитывается Если это все Ложить на Всех участников Пусть их там Даже сотни Получается Они без зарплаты Будут жить И не один Десяток лет Своей жизни Сделав один Провальный запуск Никто там Работать не будет Тогда Они не способны Своими даже Зарплатами Погашать Неудачные Пуски Свои ошибки Покрывать Но там Ладно Я отдельный Пример взял Там заранее Все обговаривается А есть случаи В жизни Где действительно Люди Заканчивают Самоубийством Кто Многие знают Когда с ними Происходят Какие-то Материальные Проблемы Большого уровня Где им не Расхлебать Это Вот Вот он Болевой Психологически Психическое Давление Это То же самое Даже если Человек Может какое-то Зло Нереальное Творит Почему там Все гитлеры Заканчивают Самоубийством Да Ну по сути Он и не хочет Страдать Там понятно Сам в плен Попасть Понимаешь Что с ним Будет делать Но есть люди Осознают То зло Которые сделали Да Поддавшись Чему-то Там со всеми Кого-то убили И человек Не может справиться Потом с психологическим Давлением Самого даже С собой Все Он за эту грань Переходит И все Да И вот этот Болевой порог Я к чему Все это Сейчас Рассказываю Опять Немножко Есть мясо Вот по поводу Немножко Или немножко Боли Да Конечно Мы об этом Говорили Вот И в качестве Как мы уже Рассуждали В прошлом Да Здесь мы Больше о количестве Множко Немножко А то там Улучшить условия То есть Вот там Там можно было Тоже о боли И я в принципе Вам там чуть-чуть Помните сказал Сейчас еще Чуть-чуть Разжевываю Говорю что И я говорил Что буду об этом В следующем Говорить Можно было и тогда поговорить И сейчас Это ведь как Сами по себе Эти два оправдания Очень близки Улучшить условия Или уменьшить Количество жертв Это очень близкие Оправдания Да Поэтому и там И там О боли Можно было поговорить Поэтому в принципе Я и там И здесь По чуть-чуть И сказал И говорю Сейчас еще Продолжаю Боль Сама в себе Плохо На самом деле Даже если ты Не за порогом За порогом Это все Вообще Человек не способен Эту боль Вообще принять Это ад Кто переживал А я говорю От опыта Это ад Ты ни на какие условия Ни на какие коврижки Не согласишься Второй раз Это пережить Хоть тебе Все царства мира Дадут Кто такое испытывал Потому что ты сам В этот момент Готов отдать Все на свете Все Душу дьяволу Продать Все Лишь бы от этого Лишь бы вылезти из тела Лишь бы от этой боли Избавиться Кто испытывал Действительно Адскую Мучительную Именно Вот как При пытках Пытательную боль Тот понимает О чем я Поймет меня О чем я говорю Я такую испытывал Ни один Не то что час Ни один день Ни один год Это та боль Я рассказывал Которую Когда ты в этих мыслях Я за собой Все это наблюдал Я представлял Самого жуткого врага Вот как любят Там о вечных муках Просуждать грешников В аду Я вот Размышлял об этом И даже сам Мучаясь Извиваясь Как червяк На сковородке На кровати Горя в аду Так скажем Этой боли Я никому Бы такого Не пожелал Я представлял Самого негодяя Который там Куча людей Душегуба Какого-нибудь Типа Гитлера Сталина В тот момент Я понимал Я даже Помыслить не могу Такого Пожелать Какому-либо Человеку Человеку Вот что такое Настоящая боль Но при этом Вы знаете Когда у тебя даже Болит что-то Чуть-чуть Ты тоже этого не хочешь И тоже мечтаешь Об этом избавиться Да это терпимо Но ты хочешь Чтоб этого не было Никогда Бывают адские Зубные боли Когда там Либо затянул Либо внезапно И ты там Не зря Есть срочный прием По зубной боли Потому что все знают Что это такое Когда адская зубная боль Тоже начинается Когда там Тебя записали На утро Ты еще всю ночь Там мучаешься Страдаешь Аж в голову Там разбирает И такое бывает Но я испытывал Я говорю Побольше этого Это все временное И в концовке Хоть через сутки Дорешалось Я годами Испытывал адские боли Я знаю Что это такое Это ужасно Но при этом Я говорю Я не хочу И суточную зубную боль Испытывать Не хочу И любую другую боль Испытывать Временную Не важно от чего Я каждый раз Страдаю Когда промахиваюсь Молотком Мимо гвоздя И попадаю себе По пальцам И мне это неприятно И я не хочу Чтобы это было В будущем Как вы видите Это тоже Очень применимый К себе Примените Ту же самую боль Я вам привел И современные Реалии Российских будней Про эти тюрьмы Очень насущный Такой вопрос От того что Я говорю Наручники Будут не металлические А в красивых Шелковых Оплетках Из шекшопа Да Закупят В СИН Федеральная служба Исполнения наказания Это не сделает И зэки Не будут за это Благодарны Никому Ни тем Кто этот закон Придумает Ни тем Кто его потом Исполнит Дубинку Благодаря 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 которому Над ними С точки зрения По сути По сути Здесь тоже Речь о боли Я Видите Даже уже Не знаю Когда было уместно Все это О боли Поговорить В том Где там Надо было Получше условия Или сегодня А поменьше Количестве Ну Не важно Очень близкие Вопросы И по поводу Эт привел Хороший пример С организациями Опять к людям Относящимся И я к людям Так как я человек Кто-то религиозно Даже меня называет Я конечно Никакой не религиозный Я никаким Конфессиям Религиям Все я не отношу Я свободный Во Христе Проповедник Истины Никого Даже Ко Христу За уши Не притягиваю А проповедую Любовь Свободу И бессмертие Выберите Вы до себя Христа Как Бог Являвшийся В плоти И показавший Идеальный пример Святой жизни Несмотря на все Искажения В бумажках Донесших до нас Его историю Жизни И учения Вы все гадко Оттуда можете Выкинуть И все светлое Добавить Бог являлся На землю Чтобы дать людям Пример Идеальной жизни Вот Это я знаю А то что Его исказили Это я тоже знаю Поэтому Пойдете ли вы Там по этому Примеру Или просто За той истины Открывшись Которая будет В вашем сердце Раскрываться В вашем уме Указывать вам Путь И вы будете За ним следовать То это пожалуйста Лишь бы следуйте Всему самому доброму Самому светлому Самому истинному Это любовь Ну и вот по поводу Мы разговаривали Хочу сказать О малой и большой Греховности Вот кто меня Слушает Кто из каких-то Сект Может пришел Еще находится Что-то В понятии Действительно Религии Такого нет Понятия Как немножечко Грешить Вы придете К любому Папу К своему К пастыру Кардиналу вашему Католическому Куда угодно Он вам не скажет То же самое Ты покаешься Под полотенчиком Или в кабиночке Или сидя Глядя С пастыром Друг другу В глаза Что знаешь Ну я вот Вчера жену Калашматил А он скажет Слушай Ну ты хоть ее сильно Калашматил Ну покалашматил Как я вам уже говорил Он скажет Ну вчера Да вот два дня Калашматил Ну два дня Ты хоть день Калашматил Не надо два дня Калашматил Дай ей хоть день Перерыва Вы такое услышите Когда-нибудь От адекватного Конечно Там есть тоже Неадекваты Которые сами Калашматят Знаю Это тоже От опыта Вот Ну мы говорим Сейчас предполагая Рассматривая Здравую модель Что Ваш там Пап Пастырь Кардинал Священник Он здравый человек Более-менее И Такого бреда Никогда не скажет Да Разве вам говорят Ну там Поменьше Греши Вот в этом плане Или в этом Нет Говорят Что да Да Понятно В религиях Все через одно место И Когда он там Из недели в неделю Ходит каяться В одних и те же грехах У них там Самая просто Система И все это вероучение Само по себе Оно Уродливо А ну ты грешишь Ну он тебе просто Ну вот не надо грешить Он тебе каждый раз будет Ты каждый раз Мы люди Ну да Ну ладно Опять тебя прощай Ну ты больше не греши А он опять приходит И опять то же самое Он не собирался Каяться Зачем его Каждую неделю Просто ему отпускать Как на суде Индульгенции Или католики Там раздавали Да Или на суде Там Оправдать Этого Обвиняем Которого не раскаиваются Даже содеянным Что это за бред Роль там Любого священника Пастыря Обличить грех На путь Истинно наставить Раз Два Три Нет Вообще Отвернись от него Дай ему понять Что А что ты тогда Хочешь от меня Великие Даже там Так называем Православные Святые Так и делали Жалко что Да Люди системы Кто там Мало им подражает Да Они говорили Раз Два Пришел А что ты тогда Ко мне хочешь Научиться Я тебе говорю Как делать Нет Тогда Иди от меня Подальше Я с тобой Ничего общего По поводу Греховности То же самое Нормальная Религия Должна Хотя бы В теории Она Ну и так У многих Так в теории Сохраняется На практике Они этому Конечно Не соответствуют Но в теории У многих В принципе Это написано Это здраво И даже сам Кто не соблюдает Он об этом говорит Но там Куча тоже Оправданий Мы грешные Там плоть Наши страсти Тянут Ну ладно У них это уже У них на бумажке Одно в жизни Другое Но на бумажке В принципе Да Ты не должен грешить Ты должен Там вот покаяться Ну ты грешишь Приходишь Просто свои грехи Переназываешь Каждую неделю Дела Дела Точнее Уже Конкретно Греховные Ну он Те их Якобы Отпускает И ты Дальше Продолжаешь Грешить Со спокойненько Он тебе Совесть Очистил Да А ты Как был Дерьмом Так и остался И это Никого не волнует У них там У каждого Свои интересы Да У этого Чтобы совесть Очистить У того Чтобы Копеечка Ручку Позолотила Да От того Кто Эту Совесть Пришел Очистить Да В добровольном Естественно Порядок Это само собой Благодать Ж не продается Да Вот так вот По поводу Греховности То же самое Нормальное Религиозное Учение Она не учит Будь чуть-чуть Не будь Ну будь Немножь Ну будь получше Ты был таким Говорим Ну стань получше Нет Я за что Вы Кто меня Знает Я проповедую Как провел Христос А он проповел Совершенствие О святости О богоподобию О подобию Отцу Небесному Став его Сынами Если станете Такими Как он Иисус не проповедовал Что несут Современные Религиозные Культы Псевдо Христианские Под названием Православие Катальцизм Протестантизм Или там Ислам Или еще что-то Нет Иисус И истина Не в этом Иисус Такого не проповедовал Иисус провел Совершенство И истина Это и есть Все эти слова Идеал Совершенство Святость Доброта Та же самая Она подожгает В полноту Сто процентов Поэтому Ты либо свят Либо ты грешен Нормальные Учения Нормальные И их представители Хотя бы Или отдельные Или такие Типа меня Учат Именно так Или ты свят Или ты грешен Черно-белое Да Не достиг Достигай А грешишь Какая-то Какая В чем Неделю Ни на кого Не орал Ничего Потом День там За углом Сорвался И всех Поливаешь Почему Зря Что это Такое Неделю Держался Не бухал Потом Нажался Да И там Дебош Устроил Пьяным За рулем 20 человек На остановке Снес Что это Такое Что Неделю Святым Попыл Потом Вдруг Грешником На один День Стал Потом Стал Покаялся Неделю Опять Протрезвел Опять В конце Недели Сел Опять 20 человек На остановке Пьяным Снес Что это Такое Ты Либо живешь Свят Правильно Либо Не живешь Невозможно Быть Немножко Святым Или Немножко Грешным Ты Грешна Либо Нет Ну Понятно Я говорю Недалекие Последователи Своих Сект И Со мной Вечно Спорят Нельзя Не Грешить Ну Нельзя Все Тогда Вы Грешники Будьте В аду Вы Уже В аду Вас Окружают Грешники Вы С ними Живете И Будете С ними В Вечности Каждый К чему стремиться Я буду С такими Как Я А я Не Грешу Я Добр Я Никому Не Делаю Зла Обличая Я Это Делаю Из Любви К вам Потому Что Обличаю Ваши Грехи Я Вас Помогаю Потому Когда Вы Покаетесь Вы Ставите Святыми Добрыми Обретете Полноту Счастья Потому Что Вас Будет Так Окружать Вы Будете В том Месте Где Только Таки Там Никакого Зла Не Будет Чтобы Туда Попасть Надо Таким Стать Я Вас Не Люблю Наоборот Люблю Я Б Вас Не Любил Если Б Я Сидел Молча Сам Б Уже Давно В Царстве Небесном Б Закрылся Сам Ничего Ни Плохого Не Делаю Да Хорошего Протмож Тоже Мало Проповедь Как Раз Дел Хорошее Как Мы Станем Хорошими Как Уверовать Павел Говорил Если Нет Говорящего Вера Отслышания Отслышания От Слова Божьего Как Услышать Беспроповедующего Ну Так Вот Невозможно Быть Немножко Греховным Вот И Невозможно Есть Чуть Мяса И Быть Якобы Нормальным Я Хороший Нет Полное Табу На Творение Зла В чем Бо Оно Не Проявлялось Если Ты Обидел Одного Человека Ты Его Обидел Не Важно Что Ты Не Весь Миллион Людей Миллиард 8 5 10 120 Завтра Миллиардов Будет Если Ты Не Всех Обидел Ты Одного Обидел Этого Достаточно Ты В этом Грешен Не Обижай Ты Одного Обокрал Этого Достаточно Ты Вор Ты Причинил Человеку Страдания Твои Дела Говорят О твоей Сущности Все Если Ты Не Весь Мир Обокрал Это Не Делает Тебя Святым Ты Вор Ты Сделал Человека Несчастным Возможно Сломал Ему Судьбу Может Ты Миллион Рублей У него Снял Который Он Всю Жизнь Копил На дом Для своей Семьи В чем Тебя это Вообще Не волнует Ты Знать Не Знаешь Ты Миллион Скажки Снял Я Аж Не Знал Что Он Потом Пойдет Повеситься Потому Что Ему Детей Кормить Нечем Конечно Ты Не знал Тебе До Лампочки Ты Живор Все Аналогично Все Аналогично Боль Святость Праведность Доброта Любовь Нельзя Быть Чуть Чуть Веганам Чуть Чуть Трупажорам Чуть Чуть Убийцей Или Я Только Рядом Постоял Подержал Ты Точно Такой Как Они Если Вы Носите Своим Родителям Детям Покупайте Готовите Вы Точно Такие Же Вы Грешники Вы Не Будете Там Со Святыми Потому Что По другому Закон Жизни Вы Не Понимаете Вы Будете Вкушать Все Что Вы Делаете Другим Если Вы Кормите Своих Детей Не Веганским Питанием Все Покупая Готовя Вы Что Вы Том Ж Сам Я Не Убиваю Но Я Для Ребеночка Я Когда Общался И Люди Меня Не Слышат Я Удивлялся Веганы Я Говорю Ты Вообще Понимаешь Что Ты Несешь Что Ты Говоришь Сейчас Ты Понимаешь Что Твоему Веганству Ровно Ноль Вот Ноль Ты Веган Веганка Но Ты Кормишь Свою Маму Или Своего Ребеночка У Меня И Те Все Варианты Есть Живые Примеры Я Не От Сейчас Красного Словца Говорю Может Те Кто Меня Слушает Себя Узнают Ноль Ты Не Веган Ноль В тебе Нет Никакой Любви Ты Убиваешь Ты Убиваешь Ты Эксплуатируешь Ты Во Любишь Своего Ребенка Ты Не Любишь Своего Родителя Кормя Своих Там Детей Родителей Друзей Жену Мужа Ты Их Не Любишь Ты Не Любишь Ни Их Ни Животных Как Сказано В Писании Не Обманывайтесь Бог Истинна Любовь Поругаема Не Бывает Вы Убедили Себя И Вы Обманетесь Как Иисус Говорил Вся Ваша Праведность Раствориться То Что Вы Потеряете И То Что Думаете Что Имеете Вы Этого Не Имеете Вы Рублем Проплачивая Вы Все Это Делаете Не Важно Для Родителей Для Каких Вы Их Трупятины Их Им Это Проповедуете Ваше Веганство Для Ничего Не Значит Вы На Ноль Свели Все Свои Усилия Все Веганство Все Свою Жизнь Они Понимают Что Ваши Принципы Вы Якобы Заливаете Может Раз В Сто Лет Скажете О Любви Своим Детям Или Родителям И Они Тут Же Вас Чуть Чуть Придавили Якобы Они От Вас Обидятся А Вас Или От Вас От Вернутся И Вы Сдулись И Пошли Ради Них Убивать Вы Не Ради Них Вы Просто Трусы Слабаки И Никакие Не Веганы Вы Лицемеры Я говорю Еще Прилипли К стаду К тому Который Не Сам Это Делает А Проплачивает И Вам Это Легко Поэтому Я Надеюсь Меня Эти Люди Услышат Я С Такими Стал Рвать Общение Тоже Очень Я Раз Два Три Скажу Говорю Потому Что Опять И Я Сам Все Это Сказал Своим Родным Близким Друзьям Со мной Никто Не Хочет Общаться И Не Надо И Не Надо Я Готов Прожить Эту Маленькую Жизнь Один В Царстве Небесном Я Встречу Всех Кто Такие Как Я Тысячи Миллионы Животных Которые Задушат Меня Своей Любовью Знаете Как В Мемах Там Щеночки Лезут На Человека Все Это Будет В Жизни Я Готов Пострадать Маленькую Как Иисус Сказал Кто Возлюбит Эту Гнилую Жизнь Ради Жизни Вечной Вот Ради Этого Тот Потеряет Ее А Кто Наоборот Отвергнет Ее Вот Это Все Прелести Жизни Все Это Лицемерие Все Псевдолюбовь Якобы Я Там Грешу Ради Кого То Еще Раз Вдумайтесь В Поступок Когда Вы Совершаете Грех Ради Кого Это Во-первых Это Лично Ваш Грех И Вы Не Любите Ни Одного Ни Другого Наоборот Стойко Проповедует То же Самое Веганство И Любую Другую Праведность В сфере Жизни Не Воровство Да А то Ваш Сынок Там Или Мама Вор А вы На это Глаза Закрываете А может И на Шухере Стоите Ну Ради Сыночек Чтобы Вы Не Посадили Я В той Чушь Которую Несете И В мировоззрение По каким Вы живете И Какой Будет Ваш Конец Конец Ваш Будет Печальный Вы Обманетесь И потеряете То О чем Вы Мечтаете О себе Вы Будете Среди Таких Ж Вот Так Вот Это Очень Важно Хочу Чтобы Вы Меня Услышали И Изменились Желаю Вам Может быть И нет Не буду Обещать Сам Пока Не пожал В основном Все Близкие Родные Ибо Нет Пророка Бесчестия Разве Только В отечестве Своем У сродников Своих Но Я Не Жалею Ни Об Одном Дне Ни Об Одном Слове Сказанным Своим Близким Своим Друзьям Знакомым И Даже Самым Якобы По плоти Дорогим Тебе Людям Родителям Не Жалею В защиту Истины Когда-то Пусть не сейчас Ты пожнешь Эти плоды Обязательно У меня на этом Все Всем желаю Достигнуть Совершенства Редактор субтитров Корректор А.Егорова